Главное, что для вас слышно. Итак, я сейчас открою презентацию. Мы начнем. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Как закончу, обязательно все посмотрю и отключу. Итак, мы продолжаем наши вебинары. Вернее, сегодня уже он по этой теме заключительный. Все, уберу кнопочку. По книжкам Easy Stories. Я их называю Easy Widen, потому что это очень облегчает нам жизнь. Ну, давайте сначала взглянем на книжки в целом. Если кто-то еще не был, что-то узнаете, то уже был. Повторюсь. Итак, это серия книжек, состоящая из четырех частей. У меня все здесь есть. У меня, конечно, не все. То, о которых буду говорить, что она у меня в руках. Она новая, как вы видите. Кстати, даже, хочу обратить внимание, она чуть-чуть меньше у меня влезла в обложку. Другие у меня не влазят. Я заказала обложки чуть-чуть больше. Потому что она новенькая, недавно появилась. И чуть-чуть другой формат, видимо, приняли к сведению, что детки не могли в обложке составить. Ну, это так, такое замечание. Да, если нужно будет, вот ссылочка, можно будет перейти. Но я думаю, что в чат тоже отправят. Итак, что это такое? Это четыре книжки для чтения, которые у нас включают в себя короткие рассказы. Я написала 7-10, потому что в первых трех частях это 10, а в этой части их 7. Но обращу внимание сразу, что здесь они, к ним больше задания, они длинные. Мы считали четвертую последний раз. И мне аж на три урока хватило. Три урока – это разбирать. Ну, у меня не было. Сейчас уроки, и вот мы с ними достаточно долго разбирали. У меня есть такая возможность, поэтому я разбираю. А там уже можно смотреть и варьировать. Такие коротенькие рассказы, но к ним достаточно много заданий. И рассказики написаны в определенном времени. Это все видно по грамматике. Это тоже посмотрим. Дальше, естественно, после рассказа есть упражнения для отработки и лексики, и грамматики. Все есть. По сути, книжки уже готовы. Можно ничего не выдумывать, да. И мне можно было бы сегодня ничего не говорить. Но все равно же хочется что-нибудь еще такое новенькое, да. Не просто идти исследовать книжки и чему-то научиться. Ну, и плюс, конечно, все упражнения, которые я говорю, можно было бы использовать и с чем-то другим. Есть иллюстрации. Очень, кстати, красивые картинки. Мне они так нравятся. Они такие милые. И дети тоже с таким восторгом их всегда разглядывают. И на картинках очень много всяких деталей, которые мы можем просто пообсуждать, даже если мы не будем брать тексты. Разумеется, что-то о чем-то поговорим. И плюс еще там система заданий для проверки понимания прочитана. Ну, увидите, имеется в виду, что там и перевод фраз из текста, да, и слава порядка поставить и так далее. Ну, и естественно, в каждой книжке представлены опоры для выделения главной информации, рассказа или пересказа. Да, везде мы в конце можем попросить пересказ, ну, и обязательно, мы будем сами решать, как-нибудь это делать. Ах, да, хочу сказать, что эти книги на такой воспитатель, развивающий характер, потому что они учат доброте. Ну, тут все в таком ключе, в таком прям добром, что нужно поступать по-доброму, нужно заботиться, сопереживать другим, быть щедрыми. Если ты плохой, то если ты изменишься, то все вокруг тебя изменится как-то так. Поэтому можем их использовать на уроках в дополнение к учебнику, да, любому совершенно учебнику. Не знаю, для меня вот они просто не заменены. Мне постоянно не хватает, что это в учебниках, мне постоянно хочется что-то еще. А брать какие-то дополнительные книги, очень дорогие, а эти... Мне даже стыдно говорить про такую хорошую книгу, что у меня дешево. Достаточно дешевое, и мы можем приобрести. Ну, и, конечно, можем брать данную урочку какой-то для дополнительных занятий. Вот я чуть дальше скажу, но уже сейчас, раз я начала, можно брать для летних занятий. Я лично планирую, по-моему, вести летние занятия, когда дети, чтобы не отстать от программы, занимаются там раз в неделю. Очень хорошо с чтением. Переходим. Еще в каждой книжке у нас есть в конце словарик. Каждому рассказу есть небольшой, то есть те слова, которые здесь встречаются впервые. Ну и в конце книги тоже здесь словарик. Мы можем использовать там слова из всех рассказов. И со словарями тоже надо учить работать, потому что они сейчас так привыкли к телефону, что у меня один мальчик, когда я ему дала словарик, вот такой маленький, вот так и со всех сторон крутил, как это, обезьянка, что-то. А как это, что с этим делать? Вот, вот, до того, телефон у него не было с собой. Поэтому здесь тоже очень хорошо можно получить работать со словарями. Ну что ж, перейдем непосредственно к книжке. Для кого она? Я бы посоветовала 4-6 класс, там, у меня сейчас 4, и чуть-чуть им тяжело, но ничего, мы справляемся. И девочка, которая в шестом классе, ну, немножко слабовата, ей тоже очень хорошо подошло, поэтому так, 4-6 класс, то есть это 4-5 год обучения. Но я всегда рекомендую посмотреть, то есть вы же знаете, насколько дети у вас знакомы с такой лекцией, с такой грамматикой, да? Мы посмотрим и выбираем. Кому-то подойдет раньше книжки, кто уже в третьем классе, кто давно учит, да? А кому-то, у меня есть ребят в третьем классе, мы только единичку взяли, мы еще не доросли раньше до этого, только сейчас. Как часто проводить, тоже сами решаем. Ну, я так провожу раз месяц. У меня как заканчивается юнит, так я и провожу. Или иногда бывает, что, ну, внезапно какой-то урок, и у них там нет тетрадок с собой, что-то еще, мы хотя бы это можем, хотя бы можем почитать, и со словами поиграть. Можно брать при изучении грамматики, то есть мы изучали какую-то тему, дополнительно взяли отсюда задание. Можно дать домой текст, допустим, прочитать, а потом они дополнительно, ну, на уроке такие, дополняют эти задания уже с использованием грамматики. Ну, и вот, конечно же, для ветних занятий. Вот, конечно, я вот в этом году собираюсь как раз у меня тут останутся несколько непрочитанных, и мы их за лето закончим, прочитаем. Ну что ж, переходим непосредственно к самой книжке. А вот содержание, да, которое в этой четвертой части у нас есть. Почему говорю? Потому что у нас первая сторона будет «Сейвина папи». На ее примере рассказываю, потому что эти странички есть, их можно скачать, поэтому по ним рассказываю. По остальным там уже можно подстраиваться. Просто рассказываю варианты, да, как все это можно делать. Итак, я им показываю вот такую картинку, спрашиваю, что такое. Они говорят «деньги» сначала, да, потом мы объясняем, что это «сейв». Да, это «сейв». Почему «сейв»? Потому что, что это называется, потому что это безопасно, да, что деньги находятся в безопасности, безопасности не находятся. Их нужно сохранить, и тогда у нас появляется вот такой способ «сейв». Что еще мы можем, что, какие вещи или какие, кого мы можем еще хотеть, чтобы это было в безопасности. Они называют всякие разные вещи, потому что кто-то наконец-то вспоминает, что это может быть какое-то животное. И я им показываю вот такого щеночка. Да, у нас появляется название «сейвенопропы». И мы думаем, а от чего же можно спасать. Ну, мы сейчас видим очень много по телевизору всяких историй, видео о том, что котенок, то он очень много, да, их спасает. И они вот как-то к этому приходят, что обычно вот они тонут, надо спасать, или свои истории рассказывать. Ну, это мы так немножко обсуждаем, и тогда уже переходим к самой истории. Здесь у нас на первой сразу страничке картинки, да, в котором, конечно же, просто по задумке книги нужно просто подобрать фразы, которые им соответствуют. Но я сделала так, чтобы им сразу это не давать, пока мы не открываем, я эту картинку откопировала, сделала копии, я их разрезала, потом в конверсиях складывание не пригодятся для следующих групп. И им нужно сложить их, да, то есть подобрать к картинке фразу. Еще добавила лишние фразы, можно одну-две добавить, но это тоже нужно смотреть по уровню детей. Могут они так сделать, тем, кто вижу, что могут, добавляя лишние фразы, и они их еще подбирают. Потом можно убрать цифры, да, можно так и оставить, можно убрать, если еще одно задание добавить. И им нужно вот еще и разложить по порядку. Как ты думаешь, в каком-то порядке было. У нас считайте, уже получился рассказ. Немножко рассказит этот составили, и открываем книгу, уже теперь сравниваем. Все так у нас получилось. Ну, вот о чем рассказ, то, как у нас написано в заголовке, да, о чем он. Немножко предполагать, тем более мы уже обсудили, уже видно, что собачка тонет, что списает. Ну, уже все это предположили. На самом деле, конечно, у них уже как только появляется эта книжка, особенно те, кто второй год, они ее просматривают сами. И потом мне уже говорят, там это было, там это было, ой, там про леопардика, там про эти. Тогда, конечно, все узнаем. И они могут что-то сказать. Ну, так пусть. Любопытство нам никогда не мешало. Пусть они что-то узнают. Можете, хочется даже прочитать. Кто-то мне мальчик сказал, я прочитаю. Следующее задание. Я всегда перепрыгиваю через сам текст, пока на него не смотрю. Мы берем слова. С предыдущими уровнями, да, все-таки они были чуть послабее. Мы слова эти читали, разбирали. А здесь я им даю изучить смысле. Они могут прочитать эти слова какие-то, такие, не знаю, спрашиваю, как правильно. Вот тут, например, брезды, и так понятно, что это слово. Да, они их изучают. Потом я прошу их подчеркнуть в тексте. Вот тут тоже можно еще по-разному поработать, подчеркнуть в тексте, прочитать это предложение, да, попытаться выполнять и так далее. Подбираем как-то синонимы и антонимы к словам. Они нам пригодятся чуть позже, когда мы будем, ну, в игры играть, да, с этими словами они пригодятся. Поэтому их можно выписывать на доску. Но эти сами слова тогда не писать. То есть мы нашли слово, похоже с этим, близкое к нему, или ассоциативное к нему. А слово не будем писать, пусть они там останутся. Слова. Мы подобрали синонимы и антонимы, какие-то фразы соответствующие, и будем играть в игры со словами. Сейчас покажу, какие мы обычно играем. Итак, самое простое. Конечно, здесь вот сама себя перебью. Они как бы уже дети-то постарше, и тем более там уже может быть пятый, шестой класс. И будет неинтересно обычные игры, в которые я там играю, какие-то переворачивать карточки там. Уже немножко не то для меня. Поэтому будем такие игры брать уже более на английском. То есть, например, it starts with a... Не знаю, там любое слово будем. It finishes with c. Они ищут. Или it's five letters. Сколько там будет. Или it's a verb. Можно что-то добавить там, если обсуждали, да, что он означает. Это такие три основные. Поле нам уже этот... в этот возраст, да, это в этих классах, скажем, в этот период. Они уже мысленно готовятся к ВПР. А раз готовятся к ВПР, то нам уже надо разбираться в глаголах, существительных и так далее, чтобы потом нам понимать, чем они окружены, что у них находится справа-слева, чтобы правильное слово подобрать. Дальше. Игра поларбуза. Мы спрашиваем, можно ли, увидев поларбуза, представить себе, как выглядит целый арбуз. И они говорят, конечно же, да. И тогда мы делаем то же самое со словами. Например, я беру слово игры, складываю пополам. И не нужно отгадать. Ну, точно так же, скажите, либо можно просто закрыть, чем-то, как я здесь сделала. Мы точно так же, как со словами играем, как бы играли, когда они были помладше. Ну, чуть-чуть. И для разнообразия. С другой стороны, это уже сложнее. Еще бы, скажем. Она одна из игр. Может быть, такая. Следующая. Вообще, очень люблю эти все детективами. Как у меня на курсах, знаете, там мы с луками ходим. И стоим двоем, что вот это могло быть. Вот такая игра будет Шерлок с этими же словами. Помещаем эти слова в произвольном порядке, как угодно. Знаете, есть даже программа специально. А так можно попросить написать. Еще вариант. Можно дать детям один лист. Ликтоем слово, они пишут его в любом месте. Да, потом еще другое слово они пишут в любом месте. И лесочками этим меняются. Каждый раз будут на разном писать, и все виски разные. Один себе берем, на нем тоже пишем. Это чтобы потом они достались им в разном порядке. и нужно будет искать слово. Называем, они его ищут, да, и потом другой ищут. Мы так вот линии рисуем, у них собирать. И каждый раз они будут быстрее и быстрее находить. Ну и кто там первый найдет. И я тоже увеличиваю скорость, с которой я говорю. Сначала ну и тут будет угол обзора зрения меня, за спорой чтения, и потом когда они будут читать тексты, они будут очень легко находить все эти слова в тексте. Дальше. Мы обязательно делаем эти задания на пропущенные буквы. Сразу заделаем, чтобы потом не мучиться после текста уже. Пусть они эти слова все уже доделают повторять. Но обязательно готовим дополнительный. Здесь всего 6 слов. Он остальных больше. У нас есть всегда торопышки, которые все быстро сделают и ждут. Поэтому нужно быть к этому готовыми. Мы это прекрасно знаем. И соответственно делаем такие же слова. Также можно попросить их сделать такие задания друг для друга. То есть нужно будет написать ага, они у нас еще раз подпишут слова и пропустить. Я обычно когда сама делаю такие задания, я пропускаю первый раз только согласные пропускаю. Ставлю черточки. Второй раз согласно пропускаю или там через одну букву то есть как захочется так и делают. И они друг для друга делают, меняются, отдают друг другу и выполняют. А если кто-то не успел, можно листочек дать домой. Как же сказать не все что в следующий раз. Обычно не хватает времени. Они любят эти буквы старать по мою любимую. Итак, вот то задание, для которого я говорила, понадобится синонимы Антонио. К словам этой части, четвертой части первого рассказа вот такие ну как загадки можно отгадать. Семени классов. Пусть немножко они некоторые не совсем точно, но это то, что надолкнет их на мысль. Это то, что мы обсуждали. То слово, те слова, которые прозвучали, когда мы обсуждали те слова, когда мы говорили о синонимах Антонио. Вы сможете взять презентацию в одном. Сможете отсюда взять по первой части переступленную. Потом они так легко. Я первый раз когда сделала, думаю, вот что передумали, а потом они так сами идут и очень легко и самим и можно придумать. В конце еще скажу и недавно совсем в одном учебнике попалось вот такое задание. непростое для меня сначала было, не понимала что нужно сделать, потом до меня дошло. Давайте попробуем отгадать слово. Я там одно поставила буква их вместо пустого квадратика. То есть нам нужно найти где у нас квадратик с точками это вот здесь относим вот у нас W потом такой же квадратик без точек это и я случайно хотела и у нас получилось слово W и вот можно им загадать такие слова а еще лучше они сами вчера вчера у меня было это задание попалось шестик шестиклассников и они 15 минут загадывали им так понравилось только по нашей теме только по нашей теме загадывали хорошо надо все проговорить знать из каких бог состоит слово с ребятом постарше вот это уже интереснее чем те игры которые использовали первой второй третьей части немножко скучновато ну что ж дальше переходим к самому тексту читаем текст не просто читаем конечно в этом ложится они уже умеют читать я знаю что попадутся те кто не умеет с ними будем работать отдельно мы не возьмем такого сложного но те кто умеет читать мы читаем читаем с комментированием вот как мы смотрим фильм когда смотрим в компании кто-то все время что-то говорит это немножко раздражает но потом эти моменты запоминаются но фильм не остановить вернее можно остановить не будем каждый раз останавливать а в книжке мы можем останавливаться такие вот комментарии вставляем комментируем как здорово что столько подарков и так далее с вопросами к автору очень любит моя дочь когда я читаю что-то и так комментируем с вопросами а почему элотов а сколько у нее их было подарков а какие и такие части они будут запоминаться потому что мы их комментируем просто комментируем или вопросы а почему а почему так зачем и читаем с эмоциями выразительно сначала несколько вариантов как это сделать первое показываем ребенку фразу из текста просим прочитать все по-разному одному одну другому другую есть эта игра эмоции можно они уже достаточно большие вряд ли они захотят маски надевать вполне себе могут это все показать они у них уже в этом выросе хорошо получается что-то изображать естественно сначала показываю я и что нам это дает умение читать выразительно обратить внимание на слова мы можем исправлять несколько раз у нас все идет к тому что мы начинаем понимать текст прочитав несколько раз предложение естественно одно и то же предложение мы не будем выбирать разные фразы и практиковать и так далее ну вот передавать голосом чувства эмоций это очень важно просто когда мы передаем их да это такой психологический мы лучше понимаем понятно потом мы можем выбрать а как лучше получил какой текст лучшим дальше 2 варианта будет первое значит пробегаем глазами текст и посмотреть это уже можем после того как прочитали по моей команде найт они закрывают глаза и я читаю текст я читаю эмоционально с чувством с толком с расстановкой как только я говорю дэй не открывают глаза и не джин найти то место в тексте где я остановилась и продолжать читать дальше можно показать кто потом этот кто-то читает и мы можем перейти на следующую на второй вариант этой игры они один читают мы говорим опять найт закрываем глаза и просто они сидят там 10-15 секунд с картинными глазами прошу руки их убрать от этого когда открывают глаза они уже начать читать с того же места где остановил где я их остановила но читать уже внимание развиваться ну и придется усваивать запоминать где это было какое там слово первый раз они путаются еще долго а потом они начинают запоминать это слово пока они здесь в голове я прямо слышу как они громко громко беззвучно повторяют это слово чтобы его потом можно было найти конечно приходится следить вы сами знаете что заставить следить за текстом очень тяжело они начинают отвлекаться где я потом да я потом иду а где это было они вынуждены хотя бы это слово ну и плюс это слово там в течение 10 секунд раз 5-6 его повторять следующее задание идет по учебнику это соединить у меня панель соединить начало и окончание ничего сложного нет все это мы смотрим в тексте все это есть пытаемся догадаться но опять же это задание сделали они тут насоединяли что-то а я хочу чтобы мы еще попрактиковали это и мы составляем другие предложения берем эту первую фразу и продолжаем ее другими словами или словами на измену первой у нас был I'm до плюс мы изменили на первое лицо и еще добавили другое слово тоже по аналогии дроим своими и так далее эти слова уже знаем эти хобби уже к этому моменту изучали я не говорю что обязательно делать такое задание но как мы придумываем если совсем не подходит как например то же самое можно сделать наоборот фразам которые стоят справа правой колоночке придумать начало с чем они могут сочетаться так мы учимся использовать слова составлять предложения из тех слов которые у нас имеются что не только в такой комбинации их можно использовать что могут быть здесь также само задание выполняем выбрать правильное слово они это легко делают опять же всегда говорю давайте сверим с текстом потому что иногда сидят и говорят а как я говорю ну а как же текст так я не помню это как даже книжка и они ищут слова находят словосочетания а потом я говорю а какие мы еще слова можем подобрать в эти предложения знаете нужны что-то заменим давайте заменим что у нас там было гуглс что насчет они говорят а вот хлип-клот пожалуйста лякинков что я мог снять из этого схода уцай алюбов низко и так далее то есть мы все время их подбираем и для чего нам это нужно ну чтобы эти слова они не оставались пустыни чтобы фразы эти не были что они могут использовать только так иначе такой в голове шаблон формируется что больше по-другому мы использовать их не можем и соответственно они будут составлять а можем ли мы составить противоположное предложение не имеется в виду здесь отрицание хотя тоже можно дальше будет грамматика но можно противоположное противоположное по-другому это составит не носят что-нибудь другое либо другие глаголы дальше здесь у нас идет перевод достаточно простые фразы но обязательно готовим для них дополнительные фразы из текста просим их самих выписать какие-то фразы представьте что нужно сделать нужно найти какую-то фразу в тексте есть у себя перевести а мы уже обсуждали мы уже говорили поэтому мы уже читали текст поэтому кстати сказала читали насчет перевода но тут решается у меня обычно дети понимают о чем если мы читаем что-то непонятно тем более мы читаем с комментированием большого такого смысла прямо читать и переводить текст я лично поэтому это на ваше усмотрение если вы этим пользуетесь то не говорю что нельзя или не надо потому что я этого не делаю они меня понимают уже потому что мы до этого много слов изучали кстати можно заранее какие-то слова брать если вы посмотрели да я например вижу ага у меня скоро вот этот текст будут такие это слова и можно куда-нибудь в обычный урок ставить немножко познакомимся итак они выписывают меняются листочками друг друга можно две всего опять я говорю что для тех кто быстро все делает потому что кто-то будет долго делать сделать быстро будет сидеть опять ворон считать что ворон не считал вот следующее здесь у нас про предлоги обращаем внимание на предлоги они там были в тексте обычно я их прошу также точно в тексте найти сначала мы находим эти предложения там практически такие же бывают просто там например написано что нам тоже важно обращаем на это нечто обязательно может быть объект и наоборот они находят их в тексте обводят а потом опрошу опрещать еще где есть такие такого же значения или нет и так далее да и можем составить предложение с такими подтолками которые были либо просто заменить некоторые слова да у нас было мэриэн и папи мы заменим на кого-нибудь другого хотя бы так чтобы еще раз говорить эту фразу как я уже сказала чтобы фразы которые мы проговариваем они оставались в речи они были просто сказаны один раз только в этой книжке и забыли навсегда потом когда мы еще занимаемся уже своим учебником я к этому возвращаюсь а помните там была помните так было мы еще раз вспоминаем и мы уже можем использовать вот с предлогами я очень хорошо говорю эту фразу из этой книжки когда у нас предлоги встречаются на обычном уроке на уроке почтения и они сразу соображают что следующее задание это все из книжки просто каждому заданию я еще добавляю что-то свое расставляем слова естественно попросим их взять по одному предложению из текста и переставить словами переставили слова местами а что они сделали они по сути еще раз прочитали предложение еще раз написали слова переставили меняемся с точками они очень любят последнее слово написать первую точку и первое слово в середине большого вот прямо очень нравится это сделать потому что там вот точка не стояла и было сложно а я вот тебе полегче а тут по точке интересно еще и за этим наблюдать как они все делают взаимодействуют все вот эти моменты когда они что-то делают составляют задания помогают найти еще какие-то задания еще какие-то упражнения на отработку потому что я вижу что им нравится да вот то задание с клеточками с точечками очень им понравилось теперь надо использовать возьму сейчас шаблон будут оставлять или на новую телу буду просить откуда берутся эти все задания потому что они сами рассказывают как это сделать надо дальше у нас пришли вопросы мы сначала соединяем вопросы ответ вопросы ответ а потом мы еще можем попросить ответить на вопрос where are you чтобы не ответить на вопросы can you help me что вы хотите и так далее why are you wet можем заменить на что-то другое дальше мы составляем по одному вопросу каждый самый простой вместо why are you wet они скажут why are you sad самый простой один вопрос мы таким образом тихонечко поднимаем подбираемся в грамматике потому что дальше будет грамматика там огромная большая часть грамматики и мы сразу скажу что по грамматике в конце есть справочник то есть они могут там смотреть подробно все хорошо написано времена есть неправильный глагол который нам нужно тут вообще времена хорошо написано то есть у нас в принципе просто сюда обратиться там расписано по-русски грамматик написано и они могут сами посмотреть либо какие-то задания все равно дают домой и они могут дома все равно посмотреть мальчик с мамой делал мама говорит как хорошо там посмотрелось да и мы конечно же будем вспоминать эти времена мы к этому моменту уже их все знаем знаем уже умеем пользоваться но конечно же все равно стоит повторить да и будем искать в тексте один любой глагол прошу прощения буквы и пропустила вспомним или найдем можно вспомнить любой глагол можно найти в тексте найдем любой глагол можно найти среди тех слов но лучше бы в тексте чтобы мы еще раз на него посмотрели и проводим его через время через все времена да там вот эти безбелив у нас там что-то еще глупые вот можем его взять и поставим со всеми местоимениями каждое время и ну в будущем не обязательно потому что не меняется ничего в прошедшем тоже а в настоящем с разными чтобы это помелькало и отрицательную форму ну конечно вопрос то есть я пишу какое-то предложение на доске они со мной вместе это проговаривают а потом каждый со своим глаголом если считаете что им будет они пока ищут глагол там потеряются забудут что делали нужно каждому дать глагол и его прогнать да через это ставить в каждое время отрицание и в самом деле предложение все получится ну если брать только на я например а если поставить на другое там он она еще добавится так всего 9 ничего сложного нет можно конечно домашнее задание рассмотреть что-то дома сделала ну просто если мы сделаем сейчас будет дальше идти в принципе можем табличку это задание следующая это следующее задание просто грамматики нужно переписать предложение прошедшим будущем времени есть образец я всегда делаю еще цифру 2 вместе с ним давайте вместе здесь у нас глагол время конечно же ты готовим дополнительное предложение просто берем либо можно опять же попросить здесь оставить свои потому что если они много их писать сосед будет долго написать просим составить дальше все точно так же у нас пришлось отрицанием нам нужно делать отрицательные предложения готовим дополнительные мы дополнительно можем потренировать устные эти то напишут которую прекрас your дополнительно можем еще мало написать нужно что проговаривается если мы будем только писать только читать при себе конечно будут очень хорошо знать и понимать не смогу разговаривать поэтому готовим дополнительные предложения тут же точно так же просим составить взять там они им придется тогда вернуть тут можно три когда настоящий прошедший все точно так же сделаем здесь только вопросы будут то есть пишем эти дополнительно можно дополнительно сделать для другого какие-то предложения чтобы они поставили ну конечно лучше попрактиковать и все это то что они пишут и первое предложение нужно пример то есть мы для чего отдаем пример иногда я сама часто учусь и если мне не дают пример я начинаю сомневаться в том что делал что-то правильное то есть не сказали давайте сделаем вот это и не показали как это делать я вроде бы все правильно и потом боюсь и точно так же дети если мы им не дадим этот пример то они будут думали вдруг неправильно если показан пример они по образцу уже смогут сделать что-то еще переспросят по крайней мере они будут видеть как это можно хотя бы такое же предложение с третьих где-то такое задание даже может быть с этим словом как якорь с работой дальше корректами стен здесь исправить ошибки у меня дети очень любят сделать задание если ребят которые не правильно пишут кто-то написал неправильно давайте исправим эти ошибки очень любят исправлять считают себя учителями или ошибки могут быть разные как грамматическая так как эта грамматика но могут быть и другие и поэтому мы сами составляем предложение из текста просто поменяв некоторые слова не правильно то можно грамматические изменить на можно просто другое слово поставить еще раз этот текст проговариваем переговариваем там мы зачитываем то же самое они могут сделать взять из текста буквально одно предложение его как-то изменить добавить в него ошибку а ведь я лично догадаться какую ошибку если она там прошедшим временем мы можем изменить на настоящее и будут они достаточно легко это делают хорошо находятся следующее одно из ну я считаю одно из сложнейших заданий в этой книжке это перевести потому что тут такой литературный перевод написано что нам приходится искать здесь мы либо ищем просто по тексту помните у нас там было где давайте найдем где у нас щенок и шарф вместе как они и так далее можно сделать подсказки то есть на доску выписать некоторые слова для опоры то есть их можно в каком-то порядке стрелочки провожу вот оно это слово только давайте ну и если совсем сложно я делаю так то есть эти предложения я перевожу но и и диктую но диктую хаотично то есть они будут не в порядку его прочитала и молчу они его подбирают они подобрали куда она подходит потом соотносят первое 2 можно спросить так и тогда они его записывать хотя бы так потому что не всем это легко взять так начать кто-то не найдет если нет то делаем так ну и в конце в любом случае за предложение нужно можем их сверить с тем что у них получилось и естественно здесь тоже они могут сделать еще задание взять какие-то фразы дать друг другу чтобы дальше это последнее задание кроссворд но я прежде чем перейти к своему самым простой до кроссворд тем более здесь эти фразы которые у нас были вначале они похожи я там свои сделала 10 день там можно их брать там использовать они очень вот оказываются прежде чем я перейду к обратному кроссворду чаще сказать в этой книжке нет задания пересказать текст в терпло но мы можем вернуться в первой картинке которая была и по ней пройтись пересказать это первое и здесь нет место в конце каждого раздела у меня дошло бы место вот так заканчивается порисовать потому что я всегда прошу нарисовать свое любимое эпизод до из этого рассказа что то что больше всего понравилось но можем не рисовать а напиши три слова которые тебе больше всего запомнили и пишут что-то такое давайте ставим предложение так вот есть такой кроссворд а я еще делаю обратный кроссворд где-то уже на контуре динаре рассказывал просто еще раз повторю что мы делаем я даю листочек это представьте что-то листочек клеточку каждому с одним словом слова первое дальше мы сейчас только что вспомнили какие слова больше понравились и что-то называли у каждого есть такой листок у каждого себе я тоже беру потому что чтобы через меня проходила я видела что это и значит следующий пишет любое слово которое он вспомнил только писать в мышцах кроссворды следующий этот листочек мы передаем другому то есть следующий ученик пишет в другом месте они были все разные пишет то слово которое помню второму больше всего нравится допустим мы добавили еще одно слово у нас получилось как я сказала через менять листочек тоже проходит чтобы я видела на правильном ли они пути правильно ли они это все делал я смотрю я тоже вписываю если что нужно обязательно говорить что нельзя писать рядом как по правилам к сорта что пересекаться не должно быть я иногда ставлю точки куда писать нельзя то есть не упал сайт листочки я могу поставить точку что вот здесь 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 не может здесь тоже и сможете самому заканчивать и тогда напишем по одному вот так передаем 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 друг другу и у нас там получается они будут должны еще смотреть чтобы не получилось попал второй раз слов то есть кто-то писал и смотрит дак я везде одно и то же что не так не пользуется это его уже потребил и поэтому что разный так вот напишем ну и в конце у нас получаются вот такие листочки здесь можно дать задание домой то мы что же должны что-то дать задание придумать определенно каждого слова на самом деле они уже слышали самом деле они возьмут что-то из того кроссворда который был да а можно разделить слова и мы собираем эти получивших сорт будем использовать следующий раз конечно мы можем когда у нас будет будем читать следующий рассказик мы можем взять эти кроссвордики и поразгадывать только они будут уже притуманные определение они поищут да еще раз словами может можем слова получить на один раз есть такие ребята которые говорят я так мы же их учили два юнита назад здесь тоже что так что так кроссворд дело когда вы думали как сначала так заносит а потом уже убирают эти слова мы тоже можем играть так у нас получается мы и так и на доске играли я просто на доске писала по одному выходили приписали одну сон там нет клеточек хотя старая доска с клеточками там можно тут не искать приходилось там подводить всяко что нужно тоже . ну что ж я хочу напомнить еще что все слова есть на word волны знания просто нужно поискать изистос у меня все открыты и там же можно скачать печать на версии задания уже не стала сюда прилагать и потому что они какие-то получаются бредные очень там можно зайти слова и все все есть сейчас я посмотрю если у вас какие-то вопросы на которые смогу я отвечу сразу если что-то не получится мне сразу отвезет потому что иногда надо подумать можете написать мне на электронную почту я вам сейчас дам презентацию и книжки если заинтересовали вот пожалуйста потому что там ссылка в чате тоже есть ну и здесь есть ссылка где можно приобрести благодарю вас за внимание сейчас я выдачу посмотрю вопросы так как на word волны эти задания да ищем там в поиске изистос и вам его выдаст так сейчас давайте я вам отправлю на ссылочку на презентацию то что собственно говоря вот по этой части поэтому можно уже проводить и все готово конечно ну вы не хочет сразу так ссылку пожалуйста проверьте что скачивается презентация камера не хочет этот эта папка все равно все есть скачивать ну чтож это был заключительный вебинар и да по или stories обязательно что ничего придумаю обязательно с вами поделюсь своими наработками как я сказала дети постоянно вдохновляют на что-то постоянными подсказывают что можно еще сделать сами выдумывают игры их мне подкидывают идеи я потом делюсь я вижу что все скачивается большое спасибо что вы нашли время послушать наши интересные книжки хорошего вечера до новых встреч до свидания